Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие зрители канала Натуша-Начак! Всем огромный привет! Надо протереть зеркало, и никак я, кстати, не до мою дверь. Ну, теперь уличная работа. У нас уже работа кипит в деревне. Ребята работают. Сейчас покажем, что сделано. Рыбки наши подрастают. Скалярий почему-то мы досчитываемся. Три штуки. Не знаю, с 7, с 8. Как-то бесследно они пропадают. Ждут кушать, наверное. Во сколько у них? А еще рано вам. Время 9 часов. Олег запускает робота, да? Олег запускает робота убираться. А мы пошли на улицу. Ванюш, ты убирался. Молодец. А я только начинаю уборку. На Тусе. И тут, и там убирается. И Ваню тоже убирается. Везде. Ой, закрытые. А мне сегодня ехать выбирать растения еще с ребятами. Так что у нас движуха. Здравствуйте. Доброе утро. Хорошо. Вы на улице. Хозяева только вышли, а люди уже работают. То есть у нас автополив, как мы вам показывали, когда приехали. Они были только вырыты траншеей, так сказать. А сейчас вот они все проложили. Вот это, это так выглядит розетка. То есть мы их сделали несколько. Убирается в короб. И будет вот по уровень закапано. И будет вот эта вот зелененькая только крышка видна в газоне. То есть открыл, подключил шланг. Там вот розеточка. Шланг достал, закрыл. То есть как бы прикрыл. И все, и поливаешь, что тебе надо. То есть мы сделали таких несколько розеток. Здесь, если не ошибаюсь, по-моему, там. Ну, то есть вот так вот разнесли их по несколько. Ну, я не знаю, по-моему, штук пять у нас получилось. На случай, если надо подключить шланг, что-то там бочку наполнить, ведро воды налить. Галоши помыть, да. А вот так в основном будут поливы. Потому что здесь тоже будут посадки. Соответственно, чтобы газон поливался. И поливались растения. Пока мы делаем полив на этом участке. Потому что, как бы вам говорили, что мы хотим довести, планируем довести до ума пока вот эту вот зону. Как я ее называю, второй этаж. Так что надеюсь, что скоро эта вся грязь здесь закончится. Сейчас ребята заканчивают и приступают. Оксана с Сашей будут выравнивать посадки. Сетка для от кротов, от кротов, от кротов. В общем, у нас система, получается, от скважины проложила ей трубу. Сейчас мы ближе туда подойдем. Бак-накопитель у нас. Ну, его, конечно, видно, да. Но мы его согласовывали. Ничего страшного. Мы планировали там баню. Но все больше и больше приходим к мнению, что мы не будем баню строить. Потому что она нам не нужна. Лишний раз только Наташа там убираться. А париться мы не паримся. Для гостей мы ее не хотим строить. У нас у соседей есть баня, у брата есть баня. Поэтому ни к чему она нам. И я думаю, мы там с Оксаной потом что-нибудь, какое-нибудь дерево красиво посадим. И не видно будет этот бак, в принципе-то. Дуванчики растут красиво. Что косил Олег, что не косил. Уже и грядочка моя по-другому смотрится в одуванчиках. Сегодня будет жарко, наверное. Что-то никак не идут, нам не доделывают фундамент. Ой, какая тут система. У нас бак уже дополнен, с водой ставят. Да, уже, кстати, проверяли вчера систему. Вот это подпитка бака. У нас идет от скважины. Дальше и забирается с насоса. Выходит через насос. И насос создает давление уже там, сейчас атмосфер. И будет распределено на полив газона и на капельный полив за счет разных клапанов. Будет регулироваться там зона. Ну, еще при щит управления, который будет по погоде включаться, будет дождик. Насос не включится. Будет сухо, будет включаться насос. А здесь у нас будет бардак. А здесь у нас не будет бардак. Здесь мы все аккуратно будем складывать и все. Здесь не видно, ничего страшного. Это все на задах. Сколько? Пять тонн здесь, да? Да. Ну, на пять кубов. На пять кубов. Видите, роют ножки, надо поставить мне банки. Вот тут, там, жители деревенские. Здесь вот она уже тоже прошлась. Ну, норки, видишь? Вот норка, вот норка. Надо это поставить. Надо ставить, да. А то они мне всю грядку перероют. Ходят тут, как у себя дома. Вот она. А тебе, может, ее сложить и на тележке отвезти? Да, может, ее и хватит. Морковь и лук закинула так, без пережарки. Чтоб менее жирный был. Ну, а свеклу решила обжарить. Чтоб цвет хотя бы был насыщенный. Но не всегда получается все равно насыщенный цвет. И от макарон, которые в трассу Олег готовил, очень вкусные макароны. Добавлю томатную пасту. Она осталась там немножко. И я тоже в пережарку добавлю, чтоб не испортилось. Ну вот, за раз считай, целая ведерко, да? За два раза. За два раза. Ну, я говорю, там большое у нас такое черное ведро. И туда прям сцепать. А почему в коробку именно не ведет? Ну, там огромное такое оно, как бак. Зачем оно, типа, надо? А потом будем применять все это в грядочке. Как урожай попрет, как попрет. Откроем лавку. Овощи от Олега и на Тусе. И будем продавать. Девчонки, классная вот эта штука. Антижир. Блестящий казан. Вот эта вот баночка у нас из-под масла стояла, представляете, да? Она вся в масле. То есть вот такой пипеточкой масло сюда набираешь, засасывается и выливаешь, смазываешь. И она вот эта вот, сама кисточка была вся в жиру, вообще намазала и все отошло от мыла. Так что имейте в виду, может, конечно, вредное, но у нас сейчас все вредное. Так что классно надо будет купить еще такой, Олег. Ты где, Бра? В этом? В Победе, наверное. Олег решил все-таки сегодня сад обжечь. Мы же хотели вечером спокойно. Ой, это что это? Весь жир тут размазал, что ли? У нас уже выгодно. Видишь это? Отжигается все. Отваливается. Ну, да, и уже прям беленький там по краям становится. Ну и не стой возле него, пускай. Я же не стою. Возле жаре. Поставил баночки мне, Олег. Вон, видите, надо отнести. Там осталось 4 банки. Вы спрашивали уже. Я каждый раз снимала видео и думаю. Ну, зритель, наверное, когда-нибудь спросит, скажет. Вот алкаши, сколько пивных банок пустых. Мы собирали зимой. Ну, конечно, мы больше, наверное, за зиму выпили, чем там стояло. Что скрывать. Но собирали, чтобы вот по вашим рекомендациям. От кротов. Я не знаю, вот мелкие дырочки. Это от кого. То есть сейчас вот поставили пока сюда. Так что вот для этого они у нас стояли. Мне тоже они глаз мозолили. Мне было стыдно. Я каждый раз, когда снимаю, не вижу. А видео монтирую, вижу. И думаю, блин, надо убрать. Надо убрать. Ну, думаю, ничего страшного. Поэтому там осталось сейчас 5 штучек. Пойду я их в сарай отнесу. Ребята пробуют. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Короче, зарегулируют. Какая красота. Летом можно и охлаждаться. Прям такой мелкий душ. Классно. Это вообще отлично было. Расход какой будет. Это слишком круто. Вот такие сирени тоже. Стреетом можно и встречать с кустиком. А, они прям как кустарки, наверное, да? Необычные сирени. Нет, это следующие. Ага. Она такая набивается, набивается. Красивые тоже. Можно с шарами таким его среблять. Даже где-то можно один настоящий прикольно сделать. Все, конечно, так красиво. О, береза с аркой. Аркой прям сделала. Красота. Красавица московская. Ой, пахнет. Она красивая у нее даже цветок. Красивая у нее штамп. Штамп все поэты. Цветы даже необычные такие. Они как махровые. Красивые. Сейчас модно все на штампах, да? Да. Все делают. Даже яблони уже тоже штамп. Штамп. Нет, Грифшайн. Да. Это 12-й большой пустой. И вот он весь будет такой. Видимо, такого хочу. Красивый, да. Белый-белый. Потом поменяется, он цветет, позеленеет. И у вас уже будут эти. Угу. Да, вот такой у нас тоже красивый. Зелененькая и беленькими этими соцветили. Угу. 450 рублей. Ну, да. Можно такие взять. Садить. Правда, они вот такие. Максимум. Угу, все, вот я отстригу, они вот компактные, аккуратненькие держатся. Невысокие. Ну, да. Как раз будет самая вот. Кузина. Кузина? Бузина. Бузина? А, она что же, по-моему, как плодовка ягода, нет? Или она декоративная? Декоративная. Что-то знакомая бузина. Кто работал, кто устал, час обеденный настал. Олег показывает, пока я ездила, что он здесь все отмыл. Молодец. Казан прокалил. Но все-таки получается от масла. Так как огонь в основном вот в этой зоне, а здесь остаются брызги эти все. Да, она засаливается. Конечно, что у нас это все, смотри. Брызги. Ух, да. Мыть надо будет, Наталья. Ну, кирпич средствами же не помышь, не помышь, оно все разъест. Ой, здесь порядочек. Я сейчас быстро поем, пока у мамы обед, доеду до мамы. Накопаю немного цветов, чтобы на ту клумбу посадить. Обещают дожди. И вроде прохлада погода, чтобы они там приживались. Сейчас быстренько покушаем вкусного борща. И дальше будем заниматься делами. Олег развел маме для газонокосилки бензин с маслом. Завезу на эту. Варвара, не пускают меня, представляешь? Идем встречать. Канализацию здесь спускают, мусор бросают. Люди, свиньи, господи. Живете сами в этом поселке, в этой деревне. И бросаете мусор. Ну, что она там не выдвигается? Я шла-шла и думаю, ну неужели мне идти прям в библиотеку? Думаю, нет, дай я позвоню. А я сейчас хотела звонить на время, спрашиваю. Я посмотрела, говорю, где ему? А где племянник-то? А где он? Остался мультик внутри. А с кем он у тебя там? А там Карина. А, я хотела напомнить тебе. Зять, ты что, я тоже... Всем привет. Зять, это, я-то уже забыла, я ж у меня память-то, девичья. А он это... А, тёща ж надо намесить. Я говорю, ну да. Я говорю, я уже и не помню. Так что... Какой он молодец. Я сегодня помню. Зятёк тебе передал. Там косить надо уже. Да тоже сейчас вечером, говорит. Сейчас солнышко скроется, да буду косить. Иначе, говорит, приедем через неделю, а уже всё. Ой, потом травище будет через неделю вообще. Ну, а ты покушала хоть? Я это, я когда отсюда пришла, разнообразие-то нет? Ага. Я это-то, йогурт. Дашь вот это забрала, я сейчас что-то подсела. Так привыкнешь сейчас на жидком, да? Уже и будешь постоянно. Или хочется чего-нибудь такого уже? Нет, нет такого. Такого нет. А у меня только как в топку дрова летят. Ем да ем. Ем да ем. В штаны не влази. Ну, ничего, поехала. Где-то вот жили, где-то купил себе по 500 рублей. Новые штаны. Спортивные. Да, Варвара? Ой, смотри, прижился. Это что, у тебя какой-то Света, по-моему, да, Дарила? Света Дарила, который, да. Он в комбатусе, он в комбатусе, он в комбатусе, он в комбатусе. Ага. Так вот, фу. Да. Хорошо, если заплетётся, будет красиво. У тебя тут прям вообще... Так, вот ширина грядок какая у тебя? Ну, они у тебя одинаковые, наверное, да? Ну, все, да. Сколько здесь, интересно? Ну, метр, наверное. То есть, если, ну, да, метровые большие, мы хотели вот две поуже сделать, а эту пошире. То есть, вот, наверное, по 800 мне делать. Вот эти по 800, а вот эту метр двадцать, наверное, где-то, да? Или метровую хватит на два рядка. Как на два рядка? Ну, ты же здесь два сажаешь. То есть, я сделаю по 800, если то у меня один рядок будет. Потому что неудобно. Вроде как, я и по видео у многих смотрела, что здесь ты с двух сторон подходишь. А здесь у тебя доступ с одной стороны. То есть, вот эту лучше делать широкую, а эту узкую, чтобы с одной стороны только было. Потому что я дорожки ещё хочу широкие сделать. Ну, а что, парник позволяет? Ну, если позволяет. Он шире, чем у меня, да? У тебя, по-моему, три, а мы, по-моему, четырёхметровые заказали, да? Ну, конечно, тогда у тебя будет... Короче, по 800, метр двадцать, в принципе, как мы планировали, как раз будет нормально. Ну, вот вчера вечером прополола. Сашка же меня привёз. Здесь душегубка, конечно. А вчера хорошо вечером. Я прям... Всё, тут травище, знаешь, какая вот на этой была? Уже выше, чем вот здесь. Прополола, да, это пролила хорошо. Навоз-то сухой. Да, у тебя тоже косить уже надо. Вот, аж кричи. Там надо... Мне там надо косить да малину ещё раз садить. Там настоять всё. А полуть... Сейчас нам будет коситься хорошо. Она сухая. Ага. Кошите лопату? Давай лопату и пакетик. Всё. Накопала себе работы. Зелени. На. Витаминный салат. Вечером будем есть мамкины витамины. А то обижается. Кому сажаю? А ведь бумеранг. Потом и я буду говорить. Вот кому я это всё сажаю? А вы не берёте. А ты думала, у вас, думаю, это по-другому будет? Да нет. Я знаю, что это будет так. Только я хоть... Хоть какое-то время с тобой пожила. И сейчас хоть иногда. А моя-то ещё неизвестна. Да. Может, будет раз в пятилетку приезжать. Скажешь, что там в вашей деревне делать? Хотя тянет уже, сейчас тянет. Я просто хотела сказать, по идее, ты её всё равно тянешь. Да. Сюда. Она вот здесь, это прям неплохо. Я зашла. Аксе им всё показали. Ну, выросло это ещё. Да выросло, конечно. Она вообще безвёздная. Это три месяца. Я говорю, три месяца просидеть за столом вот так. Ну да. Это ж вообще... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Получилось вот так. Я бы её назвала клумба на скорую руку. Конечно, вот эта вот октябринка, она высокая, разрастётся. Буду потом по факту смотреть, как что переформировать. Но хочу хотя бы одну клумбу своими руками сделать. Потому что мне нравится этим заниматься. Но на весь объём времени не хватает. Так что, пускай пока так. Будешь подъезжать, и глаз будет радовать. Не успела заснять, кричит. Я в домике, я в домике. Слушай, а с улицы они как серые, отсвечивают. Нет, неплохо, но красиво. Ой, прям даже уют какой-то другой свой такой. Нормально с улицы по зазору. Да, я зазоры не смотрю. Какая разница, нормально. Это вот максимально низко, да? Да. Надо что-то там будет. Не, не надо, там диван же будет стоять. Хорошо. Дёшево и сердито. Сколько они обошлись, Олег? Ну, мы в зал себе брали. У нас вот в квартире... Ну, это более качественное. Более? На кухне и в спальне. Давно мы со шторами заказывали такие они. Ну, видно качество. А в зале у себя брали фиолетовый в Леруа. Ну, конечно, качество отличается до столько лет. Ну, я и говорю, столько лет, и ничего нормального. Пересадила я одну петунью свою перемешала. Почва у меня оставалась с рассады уже. Так сказать, растворённая. Потому что у меня почва брикет. Не смотрите, это ведро из-под угля. Хочу сейчас вот это вот брикетики. Заливаются горячей водой. И получается почва. Перемешала тоже вермакулит. Сейчас во второй горшок, во второе кашпо растворю. Вот такие я покупала кашпо. Не знаю, насколько прочные. Вот с такой цепочкой идут они. Надеюсь, что два моих этих кустика выживут и будут меня летом радовать. А хочу я планирую. Вот сюда вот покупала крючочки. Металлические, я вам уже говорила. В следующий раз тогда покажу. Может быть, повесим. Сейчас не хочу пока сверлить, потому что не знаю ещё, что с ними будет. И с Олегом рассматриваем. По уму у меня три таких кашпо. Я бы вот сюда, ну, брала просто наугад. Вот сюда бы их повесила. По уму на входную зону ещё тоже надо. Два. А, слушайте, вот сейчас у меня идея. Кстати, вот, может быть, кто-то подскажет мне. Потому что мне одной тяжело. Может быть, тогда два вот так на входную зону и через один вот на ту колонну. Скорее всего, может быть так. Либо, вот как я до этого думала, на три вот этих колонны только делать и всё. А на входную, на правую нет. Да, мне кажется, наверное, всё-таки... Пишите, девчонки, помогайте. Может быть, наверное, всё-таки два вот сюда и через одну треть туда. Наверное, будет так интересней. Убирается дождик. Хоть бы Олег успел бы докосить. Недавно только начал. Потому что, говорит, приедем. А дуанчики тут вообще всё заполонят. А тут, хотя вот, вроде наш тот угол может поморосить, да. Не сильный будет, но там что-то прям синее-синее небо. Так, всё. Я, наверное, их оставлю в беседке. Там тепло-светло. И вот такая вот красоточка-фиалка. Надеюсь, что тоже приживётся. Очень шикарная она, красивая. Помыла я этот контейнер, где тетунья у меня росла. Ой, травкой пахнет. Мы решили приготовить вкусный себе быстрый ужин. Мойва. Сейчас обваляем в муке. Попробуем насадить на шпажки и пюрешечку. Всё. Ничего не заморачивались. Без специи, без всего. Посолили. Сейчас я насыплю муку. Я думаю, может быть, вот в эту. Чтоб не рассыпалось точно. И прям здесь поменьше только штуку. Вот так вот обмакивать. Так, слушай, а накалывать как? Через... Или вот тут, или через глаз? Можешь попробовать. Получится. О, через глаз отлично, да? Сказал, ты будешь делать. Сам не может. Не может лепту внести, да? Не внести, вернее. Всё на мне. Всё на мне. Всё на мне. Наконец-то дома кухня хоть чистая будет. Не будет вся забрызгана. Обрызгана. Пускай здесь будет забрызгана. Здесь мне не жалко. Здесь не моё. Здесь твоё. Но моет. Всё равно иногда я, кстати, надо тоже обезжирить там. Он готовится к сезону. За сезон так уделывается. Хватит, да. Всё-таки эстафету передали мне. Олег одну сделал. Типа для примера мне показал. Я продолжаю дальше. Ну, Олег, ты там выровняешь? Да, я думаю, не принципиально прям выравнивать её, да. Я по семь штучек делаю. Пробуем, как это будет. Как это будет выглядеть. Побольше маски нет? Ну, всё на сказке. Первый блин комом. Так что я выключаюсь и быстренько пересаживаю. Буду за тело пересаживать. Так, ну что, на шпажках у нас что-то не получилось? Сейчас вторую парню всё равно попробуем. Олег не хочет? Я говорю, нет, давай попробуем. Сейчас масла больше добавим. Вот видите, что с ней стало? Она как-то развалилась и всё. Потому что, мне кажется, огонь посильнее надо, чтобы она прям сходила. Ну, не знаю, может так кажется. Ну, посмотрим. Ничего страшного. Мы это делаем первый раз. Мы его первый раз жарим. Мы вообще, кстати, моего тысячу лет уже не жарили. Нет, ну как мой? Ну, это здесь мы первый раз делаем. Нет, вообще я... Ну, моего вспомню, когда мы ели в последний раз. Нет, ну вообще... Уже очень давно. Так, попытка номер два. Если нет, тогда будем снимать. Кипит же масло уже. Кипит, кипит. Окунай. Промы. Давай. Дерзай. Ай, не обождись, мужич. Вот, видишь? А в трассе может быть ещё маловато масло было. Видишь, она прям зашкварчала. Будем надеяться, что это не развалится. Вторая у нас получилась уже лучше. Ну, темно, где свет, да. Ну, вроде как-то у нас такого, да. Как обычно. Корочку. Да. Релаксируем. Так что извиняйте опять. Олег говорит, наверное, последняя будет вообще самая классная. Ну, брать неудобно. Я говорю, давай, может быть, щипчиками, Олег. Ну, попробовать можно. Да. Что-то не мыть. Так. Третьего раза мы научились ещё более комфортно переворачивать. Короче говоря, на шпачке не совсем удобно. Или же они длинные должны быть какие-то. Таких не бывает. Потому что брать мне неудобно. Я обжигаю. Или масла меньше надо будет. Так вот первый раз мы тогда брали. Ну, поштучно тоже. Так-то вроде раз в раз. И на шпачках выглядит, мне кажется, более интересно. Ну, а щипчиками же удобно или нет? Если не сорвётся. Ну, то тоже. Подожди, я бы тебе тарелочку поддала бы. Опа! Красота! Аппетитно. Очень вкусненько. Закоптили всю беседку. Олег приноровился. Отработали систему. Переворачивай. Научился. Снимать тоже научился уже одной рукой. Ну, снимать так можно. Мы больше с краю сюда, к одному. А тут посвободен. Разве сочетание можно и ждать. Да. Так что мы будем ужинать. Любоваться вечерней красотой. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»